Мы пришли в это место, говорят, зачем пришли? Чтобы воздействить людям волю Божию, которая изречена в этой книге самой древней на земле. Что Иисус Христос приходил на землю, 2020 лет назад родился, и умер за грехи людей, и зовет всех к покаянию, и верующий в Него имеет жизнь вечную, а кто не верит в Него, муку вечную. Это говорится в Евангелии от Марка, 16 глава. А кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелист Иоанн говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на Нем. Слышал, слышь, это церковь. Только найдусь сам, не знаю. Если у вас есть вопросы какие, мы можем поделиться, у нас большие ресурсы. Мы строим деревню православную с нуля. У нас есть видеоканал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Необыкновенный, большой, 19 с половиной тысяч роликов наших только. Много чего-то. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Если просто Игнатий Лапкин, то в скайпе меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. Ругаться будете, наверное, да? Нет. Нет. Я не знаю. Тогда слушайте внимательно. Мы пришли сюда не случайно, в этот садом, а возвещать волю Божию, которая изречена в этой книге древней. Что делающие злые дела, прелюбодеи, пьяницы, табакуры, сквернословы будут в огне гореть. А что сейчас перекреститься или что? Так, вы хотели что-то узнать? Ну, мне перекреститься или что? У вас вид такой, как будто после, говорит, будуна или попкуриные. Вы в другой раз тогда давайте зайдете на наш ресурс и поговорим. Вы совершенно невменяемые. Ага. Можно так делать, что ли, еще? Ну, да. Запомните, Игнатий Лапкин, в скайпе, вы меня сразу найдете. Ага. Хорошо. Так запишите, хорошо. Я сразу найду. Запишите. Я сразу найду. Врата и трусости, возвестить волю Божию. Что Господь говорит? И что ждет людей за это? Здесь половина людей раздеты и процентов 90 мусульмане. А что делать? А делать Бога надо верить. А то начинаешь говорить, я мусульманин. Я говорю, так ты хоть эту книгу ты видал в глаза или нет? Мусульманин должен знать, что написано здесь. Даже прочитать не могут. За бабами гоняются. Дома 4 и здесь 44. Разве можно так жить? Матерятся. Малые дети сквернословят. Мусульмане это уважительные люди. Это герои веры своей. А сегодня ничего нет. Тряпки бабьи. Бритые. Я вам говорю то, что знаю. У нас была миссионерская поездка. Мы в доме мулы ночевали в Баку. Это люди высокого уровня. Мула разговаривает на 6 языках, а жена у них на 4. Я у православных такого не встречал ни разу. Они во многом нам пример, как они умеют хранить своих жен. Подожди, подожди, а ну подожди. Ты поверь, кто? Я поверь, посмотри на меня и скажи, кто я, если ты что-то соображаешь. Ну, христианин кто? Христианин. Дальше. С бородой, значит, я не сектант. Значит, я православный. Тут и спрашивать не о чем. Мне 81 год. Этого видели? Не, подожди, не видел. Повыше поднимите. Не видно ничего. Громче, скажем, слышат люди. Выше поднимите. Выше. Вы ничего не видать. Ты вроде боговерящий, а как женщину видел, хочешь смотреть. Женщина должна, если у тебя быть, своя жена законная, венчанная. И на этом все. Он молодой просто, извини, пожалуйста. Не молодой, не молодой, а не битый, обкуренный. Я еще не знаю людей. Да, 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 извини, пожалуйста. Вас как зовут? Да вам зачем это знать? Мы пришли как врачи в это больное место. Здесь все в разврате утонуло, в сквернословии. Да, да, да. Все, бать, извини, пожалуйста. Хорошо? У нас есть большой ютуб, можете зайти и посмотреть. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Да, ебать. Все, все. Спасибо. Извини, бать, пожалуйста. Хорошо? Ладно. Просто ответить. Кто живет по заповедям Божьим, у того всегда. А кто не знает Бога, всегда. Понятно. Как здоровье? Я сказал, здоровье там, где Бог. Мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Друзья, спать хочу, уважаю. Ну? Господь, кого любит, того наказывает. У нас есть большой ютуб-канал во свете Библии. Там у нас 19500 роликов наших. А, нет, ну, мы другого. У вас вид какой-то у всех, какой-то обкуренный или после похмелья. Какие-то вихляетиски, или бабья вонь вас задушила. Еще вот такие. Поговорить даже не с кем. Да, но тут много таких. Да не много, не много. А на 300 человек один что-то знает только. Один из 300 человек. А все остальное дурью маются. Не думать, что суд Божий застанет их в этом разврате. Ну, а вы что тут делаете? Ну, разве непонятно, что я говорю? Что я делаю? Я уже перед вашими глазами делаю. Увещеваю отстать от сатаны и жизнь отдать Богу. Что непонятно-то? У меня что, других дел нету? А я уже пятый месяц здесь нахожусь. Уже 650 человек нашли, которые слушают. Ну, что, наверное, мусульманин, да? Да, да, да. Ну, читал эту книгу хоть раз? Видал ее в глаза? Протри глаза-то, зенки свои. Считай, что написано. Что написано, считай. А то книга-то полбу стукнула. Надо жить, надо жить по Евангелию. Пятая сура, 47 и 66 аяты говорят. Мы люди Писания. Это у вас в книге написано. И мы должны жить по Инжилу, Евангелию. Вы ничего не знаете, кроме баб и зловония. Подожди сейчас, минуточку. Я в этом не разбираюсь. Но есть тут парень, который в этом нормально разбирается. Давай его сюда, парня этого, на разделку. Зови его, только чтобы не ругался. Чтобы не ругался. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Так, слушай внимательно. Вы эту книгу читали? Вы книгу эту считали хоть раз? Да, да. Так, что написано? Просчитайте, что написано? Ну, ну, переводи на русский язык. На русский язык переведи. Что это написано? Здесь написано, перевод, не знаю, какое-то имя, не знаю его имя. Вот и все. На 2500 человек ни один мусульманин прочитать не может. Какие же вы верующие-то? Я... А если хотите, я читаю Коран для вас. У меня написано в Коране, пятая сура, 47-й и 66-й аяты, что мы называемся «люди писания». Так, нет. Люди писания нас называют. А когда писалась книга ваша, писанием была только одна Библия. Значит, речь идет о нас, о христианах. Чтобы мы жили по Евангелию. А у меня есть вопрос. В Библии есть, в общем, как это, предложение, что там написано, что Солнце, да, в общем, это наша галактика. Солнце, как это, ну, типа, крутится оно над землей. Но, но, это неправильно, да, сегодняшние, как это, сегодняшние ученые доказали, что Солнце на своем месте, а планеты крутятся над ней. Но ваша книга сказала, что... В Библии нет этого. В Библии нет ни одного слова про это. Крутится, в голове дурь крутится. Бог не занимается с нами астрономией, а говорит, Сынный Христос умер и воскрес, чтобы мы верили в Него. Так, ну ладно тогда, не можешь, тоже, видно, обкуренный. Закон Божий, знаете, что вы за это будете людям? Что здесь делается? Вечный огонь, мучения ожидают этих людей, которые прелюбодействуют. Мусульмане, тогда слушай внимательно. Мусульмане, считай, что написано. Что написано, прочитай. Ну и все. Ну, считай, что написано. Я мусульманин. Я откуда? С кухней он зашел. И принес к вам святую Библию, чтобы знали волю Божию, что Иисус Христос родился 2020 лет назад. Умер и воскрес в третий день для нашего спасения. Поднял наши грехи на себя. Серьезно? А вы что, никогда это не слышали? Да нет. Ну, хорошо. Скажите сами по себе. Люди живут на земле справедливые или нет? Конечно, нет. Нет. А почему Бог не вмешивается в это? Ответ один. Справедливости на земле нет, значит, она будет где-то в другом месте. А где? За гробом. Очень просто. И будет суд Божий. Это испытание для каждого человека. Правильно. Правильно. Как его выдержишь? Ответит за грехи. Христос ответил за наши грехи. И молясь Ему, прося прощения, мы им получаем. Мы так и должны жить. Нет. Вы в эту книгу читали? Я эту книгу читал. А вот эту читали? Да. Так не можете ли сказать, дорогой? Пятая сура, 47-й и 66-й аят. О чем говорят? О чем? О том, что мы, мы христиане, называемся людьми Писания. Так написано. Люди Писания. Речь идет в 7 веке. Писание было только одно Библия. И написано нам, христианам, дам инжил Евангелие, которое здесь. И Всевышний говорит, чтобы мы людей не обманывали, а жили по нему, как нам Всевышний дал. Я поэтому и проповедую Евангелие. Ага. Понятно. Ну, ты знаешь, когда инжил был спущен на землю, его чуть-чуть изменили. Мы не о вере говорим о Христе, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Верующие в Него имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он не умер. Очень удивительно. Вы только не ругайтесь, я прошусь, чтобы ни одного слова плохого не слышал. Да нет, я не собираюсь ругаться. Иисус не умер. Не умер? Весь мир знает, что умер. Он говорит, я был мертв, я жил. Он говорит. Апокалипсис, первая глава, 17 стих. Он тебе лично сказал, да? В Евангелии написано. Я показал книгу, по которой нам заповедано жизнь. Я ж не буду лживым словам верить. Я сказал тебе, Евангел, Вася, измененная книга. Там много текстов поменяли. И главное, все одинаково поменяли. Тогда ответьте на вопрос, кто поменял и когда. Ответьте один раз. Задумайтесь хотя бы. Они не знают. Они не знают нигде. Как бы звал спущенный Евангел, да? Ну, хорошо. Как и Коран, там все было правильно. Но потом вам разрешено слишком много. Ну, вот вам завтра кто-то скажет, ваша книга написана пьяницей. И что попало? Вы поверите ему? Почему я должен вам верить, когда за эту книгу умирали? И Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Черта закона не исчезнет. Небо и земля дешевле стоят. А вы ее книгу испортили. Вообще. Вы молитесь Сыну Бога, да? И Сыну Божию в Троице Святой. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И Си 3-1. Мы единобожники. Но это Троица. От вас это сокрыто. Вы не знаете, что такое рождение свыше. У вас такие правила, которые у нас считаются негодными. Четыре жены. У нас, если две жены, его в храм не запустят. А у вас нормально. Видите, какая разница? Знаешь, почему четыре жены нормально? Нормально, колым, когда платишь. А вот тут не платить. 44 голые даром. И этот, сейчас рулетка вся мусульманская. 90% мусульмане. И при том матерятся. Пьют, обкуренные лежат. Я сейчас только разговаривал с ними. Они матом гонят. Я мусульманин, пошел ты на. Я говорю, вот здорово. У вас написано уважать старших. Вы никакие не мусульмане. Вот в Саудовской Аравии, в Тунисе мусульмане. Я вот эту книгу не где-то, допустим, достаю, а в Йеменском посольстве. У меня близкие знакомые. Я не смотри на мусульман. Смотри на Коран, понимаешь? Да я смотрю. Зачем смотреть? Это вы должны смотреть. Я смотрю то, что у меня написано. Что написано. И поступаю, как написано. Вот знаете, что мы на вашей книге не топчемся. А вы сразу же неправильно, все неправильно. А в вашей книге я ни одного слова не сказал никогда. А вы такие начинаете, не зная, не считая. Как это? Сейчас сразу выключишь. Самые боязливые, которые мусульмане. Только начнешь креститься, он сразу опрокидывается, и как не бывало. Хочешь посмотреть, в чем между нами разница, да? Тыезжай в Чечню, посмотри, как тут люди живут, и как у вас там живут люди, христиане такие, да? Какие? А вы зайдите. Давай, тыезжай, посмотри. На наш сайт зайдите, посмотрите, как мы живем. У нас ни одного пьяного. Я знаю, как вы живете. А как вы? Как? Как? Отлично вы живете. Проводите время в грехах, да? Утопаются. Вот не знаете. Мы строим православную деревню. Нельзя лгать. Пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного развода, ни одного аборта. Да.